27 февраля произошло существенное обострение ситуации в сирийской провинции Длиб, которой в последний месяц было приковано внимание всей международной общественности. Российские наемники с иконой Путина вместо мозгов, поддерживая преступный режим Асада, атаковали турецких военных, накануне отбивших сразу несколько ключевых населенных пунктов у провластных террористов. Видимо, карманный диктатор дяди Вовы всерьез огорчился из-за успехов солдат Анкары свободной оппозиции, которые всего за несколько дней заняли города Найраб и Сиракиб. К слову, именно Сиракиб находится на пересечении стратегически важных шоссе М4 и М5, которые соединяют крупнейшие города в Сирии. В четверг оппозиция совместно с турецкими войсками выбила путинских халуев с этой позиции. Поскольку российско-сирийская группировка вынуждена отступать по всем направлениям, преступный режим пляшевого карлика решил использовать последние преимущества, имеющиеся в распоряжении Путина. С помощью авиации приспешники кремлевского террориста атаковали позиции турецких солдат. По последним данным погибло 33 воина Анкары, которые честно выполняли свой долг. Однако, решившись на столь подлую атаку, россияне ужасно просчитались. Они будто сели голой зайцей в муравейник, ведь ответ Эрдогана не заставил себя ждать. Турция открыла массированный огонь, заставив подхалимов Путина и его мальчика на побегушках заплатить высокую цену за свои кровавые преступления. В считанные часы Анкара провела ряд специальных операций с использованием артиллерии, танков и авиации. Как сообщил министр обороны Турции Акар-Хулуси, в общей сложности было атаковано более 200 объектов в Сирии, которые связаны с провластными террористами Асада и российскими наемниками. Список ликвидированных целей привел в шок дружков-диктаторов, не ожидавших столь резкого ответа. С помощью наземных и воздушных ударов Анкара за пару часов уничтожила более 300 российско-сирийских абодранцев, а также 5 вертолетов, 23 танка, 24 гаубицы, с десяток БТР, системы противовоздушной обороны СА-17 и СА-22. И это не считая целые пачки градов, грузовиков с боеприпасами и легкой техники. Таким образом, за последние 17 дней сладкая парочка Путин и Асад потеряли более 1700 солдат в столкновениях с турецкой армией. Получается, что на одного убитого воина Анкары приходится около 30 ликвидированных зеленых человечков. Вот тебе очередное проявление эффективной стратегии ботоксного петушка из России. Он вновь доказывает, что использует российских наемников как пушечное мясо и просто закидывает врага трупами своих солдат. Если так Пукинсан представляет себе победу, то неудивительно, почему российская армия разваливается на глазах, а в военных частях люди не выдерживают издевательств со стороны сослуживцев и пачками расстреливают бравых воинов Путина. Как события будут развиваться дальше, спросите вы. Своими действиями Путин, также известный в мире, как генералиссимус Ботокс, дал ясно понять, почему договоры с ним не стоят и выеденного яйца. Преступный российский режим понимает только силу, которой, к счастью, у Анкары хватает. Эрдоган уже созвал экстренное заседание НАТО, получив полную поддержку со стороны стран-участниц военно-политического блока. И если раньше США еще раз думали о том, чтобы прикрыть турецкие войска своими ЗРК «Патриот», то теперь Анкара существенно продвинулась в этих переговорах. Выходит, гениальный предваритель всех петушков России, а также сирийских халуев, собственноручно подталкивает США к оказанию военной помощи Турции. Кремль и Анкара уже договорились о проведении встречи на самом высоком уровне. Однако, по действиям Эрдогана заметно, что он абсолютно не верит обезумевшему карлику и прекрасно изучил тактику затягивания времени, которую использует лысый лепрекон с горшочком без золота. Поэтому, чтобы склонить или точнее наклонить российско-сирийскую группировку в позу мира, Анкара перебрасывает дополнительные силы в Сирию и подняла в воздух сразу несколько видов авиации, включая F-16 и вооруженные беспилотники. К слову, именно с помощью новейших беспилотных аппаратов сегодня были атакованы наемники Путина, прикрывающиеся сирийскими вояками. Кроме того, Турция уже заявила, что готовится перекрыть Босфор. Если это произойдет, то так называемый сирийский экспресс, с помощью которого ботоксный король спонсирует своего карманного диктатора Асада, будет ходить в Сирию разве что через Гренландию. Вот это я понимаю, многоходовочка. Сразу успехом потянуло. Таких голов в свои ворота путинская рать еще не забивала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова